Игра или реальность сейчас пытаются понять первые зрители нового фильма Дмитрия Астрахана, предпремьерный показ которого прошел в Москве. Режиссер нарушил все правила, снял картину-эксперимент. Получилось настолько нестандартно, что даже наш кинокритик Николай Никулин, посмотрев, серьезно задумался. Фантазии, которые рачительно записывает сценарист Олег Данилов своим режиссерским видением, которое зачастую перпендикулярно литературному видению умело воплощает в жизнь Дмитрия Астрахана, они вместе сняли фильм «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и «Деточки». И вот новая картина «Игра», и в ней, как в предыдущих работах, будет много элементов притчи. Астрахан снял, пожалуй, самый необычный фильм в своей карьере, в чем-то даже рискованный, потому что не всякий зритель примет правила его игры. Главный герой ленты, его играет Виктор Васильев, успешный поэт, который в свой 40-летний юбилей вдруг задумывается, а почему он успешный и почему поэт? Потому что всю жизнь ему так говорили? Потому что жизнь театр, а люди в нем актеры? И вообще, есть ли у жизни правила? И все ли их соблюдают? Играют ли по-честному? Или все-таки кругом сплошной обман? Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. На самом деле, это и правда фильм такой, такая философская драма, но очень увлекательная. Чем-то можно напоминать игра Финча, можно напоминать, но оно есть, но это совершенно другое. Да, действительно, это не похоже на игру Финчера. Зато помните, как было в фильме Шоу Трумэна? Герой вел беззаботную жизнь, и тут бац, и вдруг он увидел, как прямо с небес упал световой прибор. Тут-то и подумалось, а вдруг он живет на съемочной площадке, а не в реальном мире. Слишком уж все замечательно, не бывает так. Нужна ли человеку правда? Вот хотим мы знать про себя правду, вот вы хотите знать вообще, что про вас думают ваши близкие, родные? Кто за это платит? Кто это устроил? Помоги, прошу. С ума схожи. Как найти свое место в жизни? Что, если эту роль тебе назначают без твоего ведома? А может, и поэт это всего лишь одно название? Пишешь стихи и мнишь себя поэтом, считаешь рифму ты своим призванием, но дело, в общем-то, не в этом. Поэтом стать нельзя лишь за одно название. Николай Никулин, «Известия», специально для РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова